Дорогие друзья, мы поговорим о школе программирования Бовсыновского, Python, Django, вообще, что здесь изучается. Изначально школа настроена на то, чтобы вы, то есть неважно какой уровень, все начинается с Python для начинающих. Это сайт pro365.net, значит данный сайт предназначен для изучения с полного нуля. Если мы в платном доступе, здесь все уроки, они есть на одной странице. Самое интересное, что актуальность его растет, с 2020 года будет прекращена поддержка Python 2, а Python 3 наконец-то войдет в полную силу. Здесь мы рассматриваем Python 3, значит совершенно неважно какой Python 3, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, основы Python у любых версий тройки, они одинаковые. Поэтому сайт становится чем дальше, тем больше актуальнее. Когда мы прошли Python, также в Python для начинающих есть знакомство с классами. Основной сайт практики располагается по адресу spb-tut.ru. Значит, сам сайт и есть пошаговый план. То есть, так как все уроки находятся по шагам, это и есть план. Уроки последовательные. Значит, здесь предполагается изучение Django. То есть, не предполагается, а изучается Django. Сразу оговорюсь, Django надо начинать минимум изучать с версии 1.7. И мы идем 1.7, 1.8, 1.9 и так далее, и так далее. Почему с версии 1.7? Потому что в версии 1.8 были изменены файлы настроек, но до этого был накоплен огромный опыт за 10 лет. Поэтому надо знать хотя бы 1.7, тогда будет понятный весь код от 1.1 до 1.7. И этот код можно применять потом и в 1, и в 2, в любой версии Django. Поэтому моя рекомендация начать обязательно изучать с 1.7. Просто тогда у вас будет полное понимание. После изучения 1.7 вы переходите к 1.8, 1.9, 2, там уже не важно. Все эти версии 1.8, 1.9, 2, они, в принципе, файл настроек одинаковый. Поэтому запутаться сложно. Значит, нам необходимо, когда мы начали изучать Python, нам необходимо продолжение. Потому что школа стремится быть, вот если сказать таким образом, быть в первую очередь последовательной, в вторую очередь глубокой. То есть идет курс. Далее по план 5 это ООП Python. Здесь мы уже изучаем очень глубоко ООП. Эти знания впоследствии мы будем применять в библиотеках, которые находятся слева. Я о них сейчас расскажу. И в библиотеках, которые находятся справа. Конкретно Kiwi Python for Android. Значит, смотрим дальше. Вообще, многие задают вопрос, а зачем вот эти библиотеки слева? На портале SPB, если вот так выйти, то появился раздел Искусственный интеллект. Мы изучаем область искусственного интеллекта, машинное обучение. Ну, далее будем и более глубоко другие библиотеки. Зачем же нужны вот эти библиотеки? Мы изучаем NumPy. NumPy это библиотека, написанная языке C для Python, для научных вычислений. На самом деле, в основе ее лежат вообще любые вычисления, которые работают очень быстро. Я открою вам сайты. Мы изучаем, конечно, подробно на русском языке. Первое, с чем мы знакомимся, это с массивами. NumPy является основой для других библиотек. Зачем эти библиотеки? Вы, наверное, хотите, чтобы ваши сайты и ваши программы были умные. Чтобы вы могли, например, из наблюдений своих делать так, чтобы ваши программы отвечали на вопросы, отслеживали что-то. То есть, грубо говоря, сайты и программы, это не важно, библиотеки подходят и к сайтам, и к программам, и к веб, как говорится, и к графическим приложениям. Они делают эти сайты умными. Например, следующая библиотека, с которой мы знакомимся, SkipPy, это настройка. По сути дела, при помощи SkipPy можно собрать все библиотеки. Все эти библиотеки совместимы, как правило, работают вместе. SkipPy это настройка, которая собирает библиотеки. При этом здесь можно формировать совершенно разные пакеты, минимальные, максимальные. То есть, в зависимости от того, что вы хотите сделать, сложные у вас процессы или несложные. Значит, библиотека Matplotlib это графическая библиотека, которая, при помощи которой можно все отображать на сайте, в виде графика, вообще, вообще, в виде всего. При этом библиотека имеет два уровня. Вот мы начали, еще особенно школы, вот, когда мы начали работать с этой библиотекой, например, мы сразу стараемся применить все эти знания в джанго, потому что в самой библиотеке вы не найдете подробных инструкций, как это применяется в джанго. Здесь есть определенные секреты. Само собой, надо начальный уровень джанго знать, хотя бы. Но в любом случае, библиотека имеет два уровня. Мы начали изучать, ну, начинаем изучать с первого уровня, где уровень очень простой, когда библиотека делает все сама. По сути дела, библиотека похожа со стороны на художника. Грубо говоря, как можно представить, что это за библиотека? Вот представьте, вы стоите, а рядом с вами стоит человек, у которого есть холст, кисточка, краски, и вы говорите человеку, возьми кисточку, сделай там коричневый, красный, зеленый цвет, нарисуй солнце, нарисуй то-то. Вот так построена данная библиотека. По сути дела, грубо говоря, давая при помощи кода команды, вы управляете этой библиотекой как художником, а она все отображает. При этом данная библиотека, она работает со всеми библиотеками, которые здесь перечислены, они основные. То есть, по сути дела, все, что мы делаем при помощи других библиотек, мы можем это отразить. Библиотека PANDAS это библиотека для обработки больших объемов информации. Вообще, эти все библиотеки для обработки больших объемов информации. Но сама по себе PANDAS, как тут объяснить проще, например, она способна совершенно простыми действиями делать очень сложные вещи. Например, у нас есть там таблица. Вот тут у нас А склады. Рисую не очень красиво, но уж извините, нет времени готовить, все только расскажу так. Здесь у нас, допустим, А склады, Б города, В цены и там другое. То есть, по сути дела, минимум кода вы можете динамически формировать подсчет на складах, ценах, делать эти таблицы. Грубо говоря, обрабатывать абсолютно любые объемные информации, выводить их в доступные для человека понятные таблицы. Ну, это только начало и не только это. То есть, по сути дела, библиотека служит, грубо говоря, конкретно для обработки больших объемов информации. Понятно. Она очень понятна. Это делает и простыми вещами. Skikit Learn Это библиотека, которая делает наши сайты или наши программы умными. То есть, например, при помощи этой библиотеки можно обучить сайт или обучить программу, так говорится. Грубо говоря, простым языком, написать код, который будет нечто обрабатывать, вложить ваши мысли. Ну, например, самый простой пример. У вас есть сайт, на котором пользователи переписываются, и вы бы не хотели, например, чтобы пользователи давали друг другу ссылки. Вы пишите код при помощи этой библиотеки, что при нахождении в письме ссылки. Здесь есть два варианта. Есть понятие обучения с учителем, без учителя. То есть, с учителем это значит отправлять вам на проверку, например, какую-то папку, откладывать это письмо, а без учителя применять действия, например, высылать предупреждение человеку сразу по почте, что ссылки у нас запрещены. Но это один частный пример. Грубо говоря, ваш сайт становится умным. Я рассказал маленький совсем фрагментик. На самом деле, можно при помощи этой библиотеки работать с магазинами, подбирать товар. Допустим, вы можете вычислить, какие товары человек еще берет вместе с каким-то товаром, и значит их предложить. То есть, по сути дела, здесь задача только ограничивается вашим воображением и вашими желаниями. Вместе все эти библиотеки имеют очень мощную платформу, поэтому мы их изучаем, потому что на сегодняшний день люди требуют программы с высокой вычислительной способностью, сайты с высокой вычислительной способностью. Поэтому данные библиотеки это тот пакет, который необходим для того, чтобы ваши сайты, ваши программы были умными. Для этого я и говорил, что мы изучаем Python ООП, как я показывал. То есть, мы учимся с вами разбираться в объектно-ориентированном программировании очень глубоко. Например, если сравнить, если прочитать Лутца по ООП, то большая часть информации скрыта, потому что многие вещи просто Лутц дает определение, но читая, человек даже не подозревает, что это такое. А все эти скрытые вещи мы начинаем о них говорить. То есть, курс построен так, что мы теоретически начинаем рассматривать, что такое ООП. Когда эти понятия у нас формируются в голове, мы понимаем, что они означают. Далее мы превращаем это в код. Впоследствии это можно применять везде, в любом коде Python. Искусственный интеллект имеет свою главную страницу. Здесь основные библиотеки рассмотрены. То есть, они рассматриваются, все идет в процессе. Обучение вообще на сайтах более 8 суток видео и постоянно видео добавляется на постоянной основе. Я делал школу таким образом, чтобы она была во-первых, для новичка это сделать первые шаги, стать на ноги и самостоятельно пойти писать абсолютно любые приложения, чтобы школа служила при помощи групп Google, которые есть, где можно обсуждать темы, задавать вопросы. При этом, если мы обратим внимание, то, например, не требуется искать определенные рубрики, то есть, нет необходимости открывать группу Google и что-то конкретно там искать. Так как в планы вбиты ссылки на конкретные разделы группы, на домашние задания, где обсуждается, допустим, то есть, привязаны конкретно тематика, где что обсуждается. Поэтому, находясь просто на определенном шаге, в большинстве случаев вы находите куда обратиться в группу Google. Там можно посмотреть наработанный материал, либо спросить. Школа не ограничивается, только веб. Здесь люди занимаются кто-то графическими приложениями. Большое внимание в школе уделяется и программированию на Python for Android. Это библиотека Kiwi, которая на сегодняшний день переписана внутри на ЦУТОН, Python на Си. Для нас она как Python, поэтому графическая библиотека Kiwi для Python for Android это отдельный сайт, отдельная группа. И ребята тоже занимаются. Так как это очень важно. Если вы смотрите телевизор, то уже входит в моду практически каждый человек, который делает сайт, хочет иметь мобильное приложение, которое будет иметь много возможностей. Библиотека Kiwi вообще очень уникальна. Если мы видим, то на ней можно сделать все, что угодно от бизнес-процессов до игр любой сложности. Она включает в себя уже изначально библиотеку Pygame для игр. В общем все, 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 что угодно. При этом библиотека довольно проста, в отличие от того же Django. То есть, например, Django, я почему говорю, что надо изучать обязательно начиная с 1.7, дальше 1.8, 1.9, потому что в каждой версии есть какие-то изменения. А Kiwi, например, она просто дополняется. Пишутся, дописываются новые модули, улучшается, но по сути дела, вот вы начали изучать допустим 1.9, то в 1.9.1 просто будут добавлены новые модули, поэтому здесь проще. Но есть раздел, который я отмечаю как для гостей, но когда, если у вас нет логина и пароля, хотя нажмите, можно нажать войти, и тут написано логин демо, пароль демо, можно войти. ну вот допустим начните здесь. Здесь есть раздел, например, почему Python. Здесь много статей, где я рассказываю просто опыт, чтобы изучение было быстрым, стабильным. Здесь есть подсказки, например, методика моментального понимания Python. Это не значит, что за ночь вы изучите, просто я рассказываю, что надо изучать, чтобы понять глобально Python и быстро вникнуть. Ведь от понимания от этих вещей, которые приходят с годами, а вы, допустим, если начинаете это сразу, конечно, у вас понимание придет быстро, потому что, например, читать того же Луца, это дело неблагонадежное. Луцам надо пользоваться как справочником, вы к этому придете. Значит, что бы хотелось еще сказать. Если мы посмотрим на схему, то есть система продавашков, то есть для тех, кто, в принципе, хочет не просто сделать сайт, а продать то, что он сделал. Я говорю, что самое важное это продать продукт, а не создать его, потому что, например, если посмотреть, во многих странах продукции производят много, а большинство из них лежит на складе. На чем основано? Ну, вообще, этим вопросом опыт продаж у меня 16 лет, этим вопросом я занимаюсь 2008 года, система построена на принципе возврата, то есть я всегда говорю, первый возврат на чего надо достигать от 30%, потом от 40% до 50%, то есть система построена по принципу очевидна, ведь очевидно каждому из нас, что если люди на сайт возвращаются 50%, из 150 возвращаются, значит продажи у вас будут на 100%, по-моему, это любому понятно. Таким образом это построена система, включает в себя разработанные за годы категории такие, как я говорю, шаблон продаж, технологии, которые например, инструменты, это то, что нам помогает работать в интернет технологии, это то, что помогает возвратить на сайт человека, социализация, но это работа соцсетями, сева, оптимизация сайта для возврата, то есть в этой системе все стремится к тому, чтобы пользователь зашел, обязательно возвратился, я эту систему применяю на всех сайтах, это дает возможность мне стартовать любые проекты быстро, почему она работает, она работает потому, что вы не привязаны к трафику, то есть многие думают, что надо там тысячу нагнать, или там пять тысяч, а эта тысяча уходит, я говорю, что надо работать над возвратом, то есть это работа с контентом, потому что каждый сайт, любая страница это контент, поэтому эта система она надежна, бессмертна, все, что в интернете мы видим, это контент, и эта система построена на контенте, значит, представьте, вы отталкиваетесь не от количества пользователей, а от количества возвратившихся пользователей, например, к вам зашло 30, а вернулось 10, у вас уже появляется большая вероятность покупки, потому что люди вернулись, мы здесь изучаем законы продаж, то есть покупает тот, кто возвращается, все эти вещи я не придумывал сам, значит, основой в 2008 году стала технология Amazon, которая была применена впервые в 95-м году, а до этого я на этом сайте выложил книгу, эта технология применялась на самом деле в 17-е годы, только там анализировали заголовки газет, книга пример есть на этом сайте, так вот, в систему я вложил именно то, что доработал Amazon также я много лет работал был такой сервис Google значит оптимизация сайта продаж то есть наработки Google по возврату пользователей все это собрано и наработки Microsoft но это уже тому кто хочет по сути дела школа стремится быть последовательной школа является хорошим поспорьем с одной стороны у нее основная задача это когда-то я стал для себя задачу очень много людей которые мечтали программировать но почему-то по каким-то причинам своим не поступили в свое время вуз то ли чего-то не хватило то ли были другие цели но всю жизнь вынашивали мысль что хочется программировать сегодня очень много таких людей в школе и поэтому конечно все начинается с простого языка очень простым языком все рассказывается ну а дальше так как школа является все уроки по 10 минут все уроки пошаговые каждый урок это шаг просто когда человек находится в школе где-то на стороне сложнее изучать одному когда находит в школе человек смотрит переписку в группе которая приходит постоянно на почту принимает участие смотрит и получается он находится в процессе поэтому обучение идет быстро хотя каждый может заниматься совершенно в своем темпе в своем ритме важно просто двигаться и вы будете программировать на 100% в школе мы работаем средой разработки пайчаром обычно новички говорят что ой почему она не на русском на самом деле со временем вы к ней привыкаете и намного удобнее на английском в школе рассмотрено как работать с пайчаром это настолько мощный агрегат среда здесь настолько огромные возможности например за несколько лет я всем возможности не воспользовался среда делает большую работу за вас является очень удобной и вы будете пользоваться с удовольствием кто меня не знает зовут меня Валерий Бурсыновский что еще хотелось рассказать о школе давайте возьмем откроем наш слайд ну вот я коротко написал чем школа которую я веду отличается от любых других школ первое школа со школа начинается и старается быть именно разъяснение простым языком понятным для нормального человека я с годами пришел к тому что технический язык потом все сами приходят но вначале он дается довольно сложно потом уже человек понимает и обретает его при работе с другими библиотеками поэтому например цель портала первого для Python для того чтобы человек где я показывал просто 65.net Python для начинающих это его цель чтобы человек начал понимать стандартную библиотеку понимать любые книги и спокойно пришел к другим библиотекам я не зря взял две основные библиотеки это Django Web и Kiwi Android здесь есть большой секрет во-первых когда вы изучаете не одну а две библиотеки вам приходится перестраивать сначала это сложно но потом вы привыкаете и начинаете очень хорошо разбираться в Python во-вторых вы начинаете на практике применять Python OLP и осознавать видеть это в-третьих после изучения вот этого набора библиотек любую любую другую библиотеку вы изучите и будете пользоваться ей уже в течение дня то есть по сути дела открыл посмотрел и язык совершенно не важен будет потому что вы будете понимать код так происходит с каждым это можно просто проверить но я просто говорю по своему опыту простым языком то есть если у вас была мечта программировать это программировать вы будете последовательно по плану сама школа устроена по плану то есть и вы изучаете последовательно уроки все по 10 минут что дает возможность легко запомнить легко понять легко повторить пожизненный доступ это немаловажно то есть вы купили занимаетесь свое удобное время при этом уроке добавляется школа является подспорьем можно спросить в группе google школа постоянно стремится только к практике теория практики теория практика постоянное добавление материала вот здесь например если взять раздел еще кстати здесь можно и android посмотреть и канал подписаться twitter instagram письма истории здесь письма ребят которые находятся конкретно в школе можно полистать их здесь много то есть то что в группе все сообщения здесь скопированы с группы все что происходит что еще обязательно как поступить в школу вы просто нажимаете получить логин и пароль часто бывают акции и купаете логин и пароль после чего вам будет высланы по почте логин и пароли и вы пользуетесь сайтом в школе не принято здесь не возмущаться здесь просто рабочая атмосфера из которой идет очень такой контроль чтобы нельзя обижать новичка нельзя как-то глумиться нельзя подтрунивать просто надо всегда помнить что люди разные люди здесь приходят новички здесь приходят люди с организацией здесь приходят люди с других языков в школе разрешено помогать поэтому в первую очередь принят да у нас здесь с разных стран участники что я хотел еще показать поддержка права доступа на портал и правила поведения правила поведения в первую очередь мы берем правила поведения сообщества джанга будьте внимательны почтительны осторожны в словах то есть в школе не принято кого-то обижать еще раз повторяю за этом очень следиться и многие ребята писали благодарности потому что сегодня мир устроен так что я вообще не приемлю такой вещи когда кто-то за счет кого-то там больше знает он говорит ой мол ты вот так вот это мелочи на самом деле просто люди забывают когда были новичками поэтому вот новичкам и нравится эта школа потому что здесь они чувствуют что к ним нормально относятся это важно но это просто то что вместилось сейчас на самом деле школа продолжит дальше развиваться будет появляться возможно новые библиотеки я думаю даже изучив этот набор и имея его под овладеваем вот мы еще вот прочитали знакомимся с фондейшем фондейшем бутстрап ну это само собой изучает джанго ну по сути дела если у вас стоит вопрос о выборе языка здесь я рекомендую посмотреть страницу еще видео помогли многим нажать на spb тире тут здесь находится видео которые больше всего наверное люди смотрят посмотреть их я думаю у вас больше не возникнет вопросов почему python да начинать надо именно с python я это говорил в 2009 году сегодня я говорю это ответственно на самом деле python единственный язык программирования под который который собирает под себя все другие языки под python выгодно писать многие пишут библиотеки на c c2 плюс потому что управлять выгоднее пару строчками кода поэтому поэтому крут конечно при этом нет лучи языка для объемов обработки больших данных в общем вот есть видео которое я написал еще очень давно нравится оно людям я его не убираю 80 тысяч просмотров так что еще я хотел бы рассказать наверное все рассказал можно сказать так что если ваша мечта была программировать а вот еще примеры для того чтобы посмотреть примеры или новости надо нажать новое читать тут о выходе новых курсов вот например Александр Плаценко конкретный человек делал коммерческий сайт сразу просто просматривая курсы делал сайт для медцентра совершенно работающий сайт этот сайт он делал не имея опыта Жанго просматривал уроки и делал сайт ну конечно у него был опыт там в других языках но просто вот что он написал вот пример даже центра медицинской комиссии делал сайт по ходу изучения ваших курсов по Жанго пришлось изучать Жанго за две недели спасибо вам Валерий ваш курс по Жанго очень вырос что единственный достойный никакой воды ну опять же ребят если вы новичок не надо торопиться поэтому обязательно прорастет вас и вы обязательно будете писать код просто сравнивайте самого себя самим собой не надо думать что не получится на самом деле поэтому получается у всех да и любой другой язык просто поэтому он настолько вам полюбится лаконичен прост и если вы занимаетесь там три месяца год то одни и те же типы хочешь не хочешь они запоминаются вы участвуете в группе и получается как бы у вас постоянно проваливаются фишки это целый мир python и вы будете писать код для меня это не секрет то есть уже многие ребята делают коммерческие проекты поэтому все это на практике я вижу что все это работает так так что многие люди можно прочитать где истории то есть да где-то занимались сани потом пришли в школу потому что здесь интереснее здесь группа здесь идет быстрое знакомство с материалом то есть конечно же все это интересно я очень рад что кому эти уроки помогут обеспечить семью воплотить свои проекты в жизнь будут постоянно поспорим ну остается повторить что для того чтобы поступить вы просто получаете логин и пароль и занимаетесь успехов вам спасибо за доверие